Друзья, хочу порекомендовать вам канал M-News World, который расскажет о важных событиях в мире. Нарушение прав человека, подавление демократии и преследование оппозиции. Россия, Украина и Казахстан как сегодня живут в странах СНГ. США, Европейский Союз, где принимаются самые важные решения. M-News World сообщает все, что вы хотели узнать честно и максимально объективно. На канале вы также найдете интервью с лидерами мнений, мнения независимых журналистов. Подписывайтесь на M-News World, ссылка в описании под видео. Пропагандисты, слушайте, в очередной раз нас смешили. На днях захожу в сеть, она пестрит заголовками. Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза, но, думаю, прорыв. Шутка ли, экономика российская в два раза ускорилась? Таким макаром, глядишь, и правда, загнивающих капиталистов на повороте обойдем уже к весне. Начинаю читать статью. Рост ВВП составил 2%, даже меньше. 2%, господа! То есть не о двойном ускорении речи, а всего лишь о двух маленьких процентах. Не понимаешь? Ну давай на пальцах объясню. Вот представь, у тебя зарплата 20 тысяч, добавили тебе к Новому году 400 рублей. Можно ли в данном случае говорить, что темпы роста твоей зарплаты увеличились вдвое? Вот! А пропагандисты наши уже настолько заврались, что просто поляну сечь перестали. Они любую ахинею готовы публиковать, лишь бы хозяин в настроении был. Ай, хороший трезор, хороший! Кстати, о хозяине, а ведь уже через месяц у главного традиционная ежегодная пресс-конференция пройдет. Надо на ней миру о каких-то достижениях рассказывать. Вот и готовятся ребятишки к этому событию. Одни статистику положительную усиленно рисуют, другие статьи пишут пачками читателей своих несчастных. Он ими заваливает третьи. Сейчас расскажу, чем третьи занимаются. Хотя, думаю, вы догадываетесь, тоже изображают видимость бурной деятельности. Начинаем! А помните, некоторое время назад рассказывал вам о том, как некий единоросс погорел в Туле торжественно? Под фанфары презентовал своим избирателям уличную сушилку для белья. Ну, два столба вкопал и веревку между ними натянул. Все тольские СМИ еще об этом гудели. В отчетных документах Единой России ту сушилку провели как специализированное оборудование. Ага, в Татарстан вас приглашают. Там дела обстоят не менее весело. В селе Елантово на Меднец с помпой и пафосом депутаты от партии реальных дел пустили в эксплуатацию пластиковый мост через реку Шишму. Этого события здесь ждали больше 20 лет. В селе Елантово Нижнекамского района открыли новый мост через реку Шишма. Он понтонный и помощь в установке оказала компания ТГК-16. Новый мост сделал ближе жители села Елантово. Ранее с одного берега на другой делали крюк 3,5 километра. Сейчас путь занимает 15 минут. Помощь в установке моста через реку Шишма оказала компания ТГК-16, входящая в группу ТАИФ. Родилось такое решение построить этот понтонный мост легкий, удобный, долговечный. Благодаря команде группы ТАИФ вот мы смогли оказать эту небольшую помощь. Вот вы знаете, с одной стороны хочется сказать здорово. Сделали для людей мост, который им на самом деле очень нужен. На то крюк приходилось делать почти в 4 километра. Однако, если посмотреть на ситуацию с точки зрения практичности, да не проживет этот мост дольше одного сезона. Начнутся холода, он деформируется. Настанет оттепель, он снова деформируется. 2,5 миллиона зато ухнули на создание данного сооружения. Блин, за эти деньги можно было добротную переправу через реку пробросить на сваях. Там 100 метров всего ширина-то. Эту переправу не пришлось бы убирать каждую зиму. Эта переправа действительно лет 10 минимум людям бы прослужила. Честно, каждый раз, читая такие новости, расстраиваюсь. Ну что мы за народ такой? Мы даже доброе дело по-человечески сделать не в состоянии. И, кстати, а в отчетных документах теперь поставят галочку. В селе Елантово отныне мост имеется. И фиг, кто про них вспомнит три ближайшие пятилетки. Хотя от моста этого, повторюсь, уже очень скоро одни воспоминания останутся. Хотите, забьемся. Посмотри, сколько изменений вокруг. Станет еще круче. И мы можем это сделать. Да, брат, вместе мы сила. Ну, спортсмен, ты идешь на выборы? Обязательно, мам. Все вместе пойдем. О, ребята, еще посмеяться не желаете. Это будет история из серии «Нарочно не придумаешь». Я сейчас покажу вам одну фотографию. Одну единственную фотографию. Подержу специально подольше, чтобы вы могли рассмотреть на этой фотографии все и детально. Заинтриговал? Да это дверь главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Наслаждайтесь. Ну, правда, мухозвон Соловьев уже обвинил меня и таких, как я, в распространении несуществующего и даже предъявил своим оболваненным читателям в соцсетях, как будто бы аргумент по этому поводу с заголовком «Все, что нужно знать о фейках». Да, типа вот так выглядит настоящая та дверь Рогозина. Серьезно? Ну, хорошо. Давайте для начала просто посмотрим вообще на кабинет главы Роскосмоса. А вот, пожалуй, стадий инракурс. Вот другой. А вот третий. Сейчас, конечно, спрошу какую-то глупость, но, друзья, а кто-то правда верит, что в антураж данного кабинета наиболее удачно впишется дверь белого цвета, про которую настойчиво лопочет Ганс Христиан Рудольфович? Не та, что слева, а та, что справа. Господи, как же утомляют эти лжецы. Это реальная журналистика. Кручу-верчу, запутать хочу темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и раз такая пьянка уже пошла, уже начали разоблачать Копперфильдов, хочу вам показать два видеоролика, которые записаны на одном и том же мероприятии в одно и то же время, но одно из тех видеореалити, что называется, то есть вот прям записано и прям исходником демонстрируется. Второе, как любят пропагандисты уже. Обработано напильником, просто предлагаю посмотреть и почувствуйте разницу. Вы, Владимир Владимирович, на какие деньги Вы купили свою 122-метровую квартиру в ЖК «Филигран», при том, что Вы не имеете возможности обеспечить себе покупку такой квартиры на официально задекларированный доход? Рассказываю. Что за коррупционные доходы были Ваши, чтобы позволили купить себе такую квартиру? Каждый депутат Мастургума каждый год дает декларацию. Правильно. Если Вы увидите мою декларацию за прошедшие пять лет, то там есть и задекларированные продажи другой квартиры у метро «Бауминская». Я хочу приветствовать Вас в стенах Московской городской думы. ...осможности обеспечить себе покупку такой квартиры. Рассказываю. Специально задекларированный доход. Рассказываю. Вы пришли сейчас на чужое мероприятие, да? Поэтому вы задали вопрос. Вы же хотите услышать ответ? Я Ваш фонд не считаю чем-либо серьезным. Я в этом убедился на своем примере, на примере себя и своей семьи. Вы ничего не нашли, взяли открытый... Обратите внимание, как пара штрихов монтажа искажает смысл, причем кардинально, а надо-то. Всего-навсего подложить звук аплодисментов в нужном месте, вырезать все заикания запинания депутата и убрать конкретику от Соболя, вот оно. Единоросс, который на самом деле только что чихал, кашлял, пускал сопли пузырями, не мог связать двух слов, превращается в мачо-мэна, хероя. Мужчине рукоплещет аудитория. Любожь, я вам тут вот в своем уходить. А госпожа Соболь в этом отмонтированном материале больше напоминает побитую собаку. Печально другое, что в телеэфире, а как бы народ сегодня не ругался на зомбоящик, как бы этот зомбоящик не высмеивали, но аудитория у них дикая зависть берет. Так вот, в телеэфире покажут наиболее выгодный вариант видеозаписи, не только в телеэфире. И, впрочем, по карманным сообществам в соцсетях распихают, а поэтому миллионы наших соотечественников уже через несколько часов будут думать именно так, как нужно дирижерам. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. На самом деле, сегодняшние технологии с легкостью позволяют сделать из любого волка безвинную овечку и наоборот. Не могу сказать, что подобную аферу нельзя было провернуть, скажем, 20 лет назад. Тоже было возможно, хоть и не без сложностей. Самое неприятное заключается не в этом. А мы ведь и правда рады обманываться, как тот влюбленный Пушкин, готовый закрывать глаза на все ради Натальи Николаевны. Знаете, однажды я присутствовал на пресс-конференции у очень искреннего политика, и на вопрос моего коллеги, а почему опять результат выборов стал таким, тот человек ответил от души, да потому что российский избиратель голосует не умом, а сердцем, а сердце у нас где в пи... в общем, в рифму ответил. Бедный пресс-секретарь. Как он потом уговаривал журналистов, а на той конференции штук 30 камер и диктофонов было, чтобы данная запись случайно стерлась, хотя... А политик-то тут прав, по большому счету. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь, в соцсетях тоже жду, там тоже масса интересного. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok